Владимир Георгиевич, у нас появилась такая информация, что есть некоторая группа пчел, я честно говоря не знаю как к этому пока относиться, но что есть некоторая группа пчел, что-то типа правящей коалиции, которая живет в Улье и никогда его не покидает. Скажите, вы встречали когда-то такую информацию? Это басни, это еще от дупляношного пчеловодства, там если бы старых пчеловодов вы послушали бы, это очень интересно, но много таких забавных вещей, тогда-то они больше предавали, чего не верят, значит это Бог послал или черт послал, значит кто-то из Всевышних что-то вытворяет, там работает не по плану, так что нету, дело вот в чем, распределение в пчелиной семье всех работ и должностей зависит целиком от возраста, вот родилась рабочая пчела, значит она родилась слабенькая, летать еще не может, в течение трех суток она не летает, она ползает, ну ее видно на серенькой, в руки возьмешь, она не жалит, ну правда если в рот возьмешь, то ужалит и вы сначала почувствуете вкус яда, потом уже больно язык будет, ну это ничего, значит в течение трех суток ее старшие пчелы кормят с язычка, она даже сама не питается, и она, чтобы под ногами не мешаться, там уж бегают, все работают, там 90 тысяч или 130 тысяч пчел, вот, там надо всем аккуратно работать, значит они прячутся в ячейке и ячейку вылизывают до блеска, если ячейку не вылежут до блеска, туда матка яиц не будет класть, поэтому вот их это работа, на четвертый день она делает первый вылет, летает там перед передней стенкой, летка, очищает кишечник, там уже трое суток питалась, у ней накопились в задней кишке, вот остатки непереваренной пищи, и она вылетела, очистила кишечник, но уже запомнила переднюю стенку этого улья, и после этого на пятый день, на шестой день, она каждый день будет вылетать из улья, и полеты будут по продолжительности и по дальности все увеличиваться и увеличиваться, значит на второй день она круги над ульем сделает, и над пасекой круги сделает, на третий еще больше, и примерно к 20-дневному возрасту они уже в радиусе трех километров всю местность знают, поэтому если купите пчел там за полтора километра, и сразу привезете к себе поставите, то все ваши эти летные пчел, как мы их называем, вернутся домой, а у вас останутся те, которые еще не летали, или летали очень мало, и матка, вот такая картина, поэтому если с ближнего расстояния покупать пчел, значит купили их, а потом увезите куда-нибудь километров за 10-15, хорошо, если там поработает неделю или полторы, мед собирает, а потом привозите, и они у вас облетятся, и все до одной пчелки будут ваши, у вас это. Значит, с пятого дня жизни эти пчелы приступают к работе личинок старшего возраста, то есть они берут мед и пиргу, делают кашицу и кормят личинок. Вот то, что и мы вам предлагаем, мед смешать с этой пиргой и давать всей семье. Значит, где-то на седьмом, на восьмом дне у них начинает хорошо работать слюнные железы, вырабатывает молочко, и вот тогда-то они становятся пчелами-кормилицами младшего возраста, то есть тем, кому положим молочко давать, личинки и матки. Поэтому матка идет, как только она попала в толпу этих молоденьких пчел, у которых молока много выделяется, они быстро к ней поворачиваются усиками, каждый предлагает себя, забери у меня молочко, и вот они так эту матку кормят. Значит, вот до 10-ти дневного возраста мы их считаем ульевые пчелы. Значит, они работают только в улье. На улице вылетает только очистить кишечник и запомнить местность, ничего они там не делают. С 10-ти дневного до 20-ти дневного, это называется переходный период. Значит, в этот период пчелы, ну, хорошо развиты, и если, допустим, погибли летные пчелы, то есть попали под дождь и с градом их перебило, вот, или бывает улетели вот в Сибирь, улетели на взяток, на Иву, а их там улетали из дома тепло было, а там мороз прихватило, и они все замерзли. Значит, вот эти пчелы переходного периода принимают на себе обязанности взрослых пчел и их возраст. Если погибли молодые пчелы, пчелы резервного периода могут выполнять работу молодых пчел, то есть вот эти с 10-ти до 20-ти дневного возраста, это пчелы, которые гарантируют семье жизнь при резко изменившихся условиях, при гибели летных или полевых пчел, или гибели ульевых пчел. Значит, вот они. И с 10-ти дневного возраста иногда бывает бурный взяток, это бывает, когда вот слипы, вот в Башкирии такие наблюдались вещи, то 10-ти дневные пчелы приступают по сбору нектара. И если пчеловод не обеспечил ячейками, то инстинкт заготовки пищи, это самый главный инстинкт вообще во всей в живой природе. Это и у людей, и у всех животных, и у всех растений. Только заготовка пищи. То есть нам, если тоже не заготовить пищу, то нам не потребуется ни атомной бомбы, ни самолета, ничего. За кусок хлеба отдашь любой самолет. И он и золото отдавали, всё это. Потому что вот, поэтому пища – это главный источник силы существования этих. Значит, вот эти пчелы уже после 20 дней, они в улье выполняют только ночные работы. Вот они, когда собирают нектар, весь день туда-обратно летали, принесёт нектар, отдаёт и опять полетел. А молодые пчёлы тут все перерабатывают этот нектар. У них все. И, надо сказать, молодых пчёл в улье больше, чем в полёте. Вот мы определяли. Вот в 93-м году, вот у нас в Черепанском районе, в семье было 96 тысяч пчёл. Из них 24 тысячи летели в поле, собирали нектар. А 76 тысяч в улье работали. И эти 76 тысяч не управлялись с этой работой. Пчёлы, которые, вот эти 24 тысячи-то летали с утра до вечера, они ночью садятся на пол, держатся всеми шестью ногами и работают, как живой вентилятор. Нектар выгоняют в воздух, богатый парами воды. Потому что, что они собрали жидкий нектар, значит, его надо обязательно высушить. Это я грубо так говорю, ну, довести влажность до 20%. Если они не успеют эту работу выполнить, то мёд у них забродит, и вся дневная работа оказалась ненужной. Надо будет испорченный продукт выкидывать на улицу. Поэтому, сколько бы они ни принесли днём, за ночь они влажность доводят до нормы. И тогда там никакого брожения не происходит. И единственное, мёд ещё потом в течение шести суток уже дозревает не по влажности, а по ферментативному содержанию. Там образуются новые ферменты, гормоны. Вот качество мёда повышается. Сахароза, которая не успела расщепиться, она продолжает расщепляться на глюкозу и фруктозу. То есть, шесть суток ещё потом требуется, вот, чтобы мёд стал настоящим мёдом. Поэтому, когда вот выкачивает этот мёд незапечатанный, незрелый, то он по качеству намного ниже, чем когда будет запечатан и постоит в улье недели-две. Его качество повышается. Вот такая картина. Значит, пчёлы из своего организма отдают белок. Вот они это сами наелись и перерабатывая сироп, вот я в книге там писал, сколько этого белка они добавляют. То есть, не просто сироп расщепили, его в ячейки сложили, они его перерабатывают, они его мучают. И пергу приносят там, они конкретно сразу в ячейку положили, и всё, больше не тревожат. А мёд они всё время таскают из одной ячейки в другой, они им не дают покоя. У них даже запечатанный мёд вот к зимовке. Подготовишь гнездо, боковые рамки запечатанного мёда, тёплой погоды стоять, сунешься, они распечатали эти от стенок и перетаскали этот мёд внутрь гнезда. И там было по 4 килограмма в этих рамках, а тут, если видишь, половину вытащили, он стал 2 килограмма иметь, однобокая рамка становится. Вот так они это работают. mucho мелоди. Продолжение следует...